Новости Первоуральска Сегодня ни один памятник погибшим воинам не остался без внимания. Это только одно из мест распределены между военно-патриотическими и гражданско-патриотическими. Все памятники. Никто не забыт, ничто не забыто. Это важно для нас и для всех граждан России, я думаю. И на военно-патриотическом воспитании, в данном случае, как и сегодня, будет построено воспитание подрастающего поколения. Участники вахты памяти у Вечного огня – ученики средних и старших классов Первоуральских школ. В преддверии акции они несколько дней оттачивали строевой шаг, чтобы сегодня все выглядело безупречно. В самом центре города, на площади Победы, состоялась акция «Георгиевская ленточка». Символ Победы прохожим раздавали участники Городского совета старшеклассников. В общей сложности подготовили тысячу ленточек. А в ДК Первоуральска прошла торжественная встреча. В зале – представители Совета ветеранов. Труженики тыла, дети погибших участников Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда, представители патриотических объединений, семьи участников СВО. Зрителям показывали моноспектакль по мотивам поэмы Александра Твардовского «Василий Теркин». Поздравления в этот день прозвучали от первых лиц города и области. Наш Уральский край и Первоуральск внесли огромный вклад в Великую Победу. Во время войны Первоуральск стал крупным центром трубной, огнеупорной, химической промышленности. Каждое предприятие работало для фронта. С праздником Великой Победы! С праздником мужества, героизма и торжества духа нашего народа! Сегодня мы говорим слова благодарности всем тем, кто отстоял целостность и суверенитет нашей страны. Преклоняем головы перед именами тех героев, которые остались на полях войны, сражаясь за наше светлое будущее. Первоуральские росгвардейцы присоединились к акции «Бессмертный полк». Традиционного шествия в этом году не будет, поэтому портреты героев размещают на окнах и автомобилях. Акция «Бессмертный полк» – это данное уважение героям погибших в Великой Отечественной войне. Мы разместили порядка 20 портретов. Портреты размещены на патрульных автомобилях и на личных транспортных средствах военнослужащих и сотрудников. Фото, которые размещены на автомобилях вне ведомственной охраны – портреты родственников росгвардейцев. Тех, кто в годы Великой Отечественной войны отправился на фронт защищать родину и ликовал победу в тылу. Первоуральские бойцы Росгвардии подобным образом присоединяются к «Бессмертному полку» второй год подряд. Поддержать акцию могут все желающие. Для этого достаточно на стекле своего автомобиля расположить портрет героя Великой Отечественной. Главное, чтобы он не загораживал обзор водителю. Также фото можно разместить на окне здания. Кто не рискует, тот металлург. Сотрудники градообразующего предприятия Первоуральска соревновались в конкурсе по охране труда. Оценивали риски, придумывали, как сделать их минимальными, либо исключить вовсе. За ходом жизненно важных соревнований наблюдала наша съемочная группа. Мы собираемся разделить зону перемещения груза и зону передвижения работников, таким образом разделив их маршрут. Как сделать производство безопаснее? Идеи предлагают участники конкурса, посвященного социальному партнерству в сфере охраны труда. Он проходит на площадке Первоуральского новотрубного завода ТМК. В числе заданий выработать решения и защитить свой проект, получив одобрение руководства предприятия. Основная цель этого мероприятия – укрепить взаимодействие, понять, как же это взаимодействие у нас происходит, ну и выбрать тех, кто лучше всего решает эти вопросы по взаимодействию. Взаимодействие необходимо и внутри команды, хотя и состоит каждая всего из двух человек – специалиста по охране труда и уполномоченного тоже по охране труда. То есть сотрудника, который помимо своих прямых обязанностей еще и следит за соблюдением правил безопасности на производстве. Это специалисты из разных подразделений, то есть они друг к другу отношения не имеют, то есть уполномоченный один цех, специалист по охране труда – это из другого цеха. Данный симбиоз позволяет выстроить некие коммуникации и в дальнейшем проводить работы в подразделениях на предотвращение, на предупреждение травматизма. Мы всегда за тот лозунг, что человек труда должен быть здоров, он должен, придя на работу, отдать все свои силы, знания и вернуться всегда здоровым. И вот конкурс, он как раз поднимет только уровень качества, знания наших специалистов и общественного контроля, и специалистов в области охраны труда. В финале конкурса семь заданий – от выявления опасностей до оказания первой помощи в случае ЧП, например, когда пострадавшему требуется искусственное дыхание или массаж сердца. За каждое верно выполненное действие, будь то теория или практика, команда получает баллы, но соревнуются не только и не столько ради этого, говорят участники. Первое задание у нас, которое мы сделали, было оценка источников опасностей. В общем-то было несложно. Я участвую в этом конкурсе, чтобы проверить свои знания, получить опыт и, надеюсь, это поможет мне в моей работе. Быть в курсе, чтобы я могла своим работникам доступно рассказать о применении этих средств негативной защиты, о важности соблюдения охраны труда. Победительницы, команда сотрудниц Центральной испытательной лаборатории и труппрокатного цеха номер 8 получают главный приз – путевку в санатории в Сочи. Призеров и других участников конкурса тоже не оставили без подарков. Но, как говорят они сами, куда более ценное приобретение – полученный опыт, который пригодится в достижении главной цели – свести травматизм к нулю. Алексей Вербицкий, Денис Хромцов. Новости. Первый раз. Утка с кедровыми орешками, свекла с козьим сыром и другие необыкновенные сочетания представили участники конкурса «Славим человека труда» в номинации «Лучший повар». Главной темой в этом году стала локальная кухня. Каков он урал на вкус? Расскажем в следующем сюжете. Это будет утка с кедровым соусом из картофель, с тыквенным пюре. От одного только названия этого блюда уже может разыграться аппетит. Причем готовят его исключительно из уральских продуктов. Это главное условие конкурса профмастерства. Чтобы сделать настоящие кулинарные шедевры – это горячее блюдо, закуска и на сладкое десерт – всем участникам дают ровно 120 минут. Мне просто было интересно попробовать себя. Вот поэтому и поехал. Почаще бы таких конкурсов я вам говорю, что первый раз очень интересно. Не выиграть, так себя показать, на других посмотреть. Вкус уральской кухни пытаются раскрыть около 30 поваров, шефов и сушефов со всей России. За плечами многих большой трудовой стаж. Но этот конкурс, признаются участники, для них настоящий профессиональный вызов. Ведь они привыкли угощать гостей кулинарными изысками азиатской, европейской или грузинской кухни. Впрочем, некоторые придумали, как удивить жюри необычными рецептами. Я с Дальнего Востока. Я немножечко решил включить блюдо, которое ближе всего к Дальнему Востоку. Это немножечко из японской кухни, но с уклоном русского кухни. Блюдо из говяжьей вырезки и пюре. Называется вообще оно «Маспензала». И пока одни только надевают поварские колпаки, другие уже презентуют готовые блюда, глядя на которые у наблюдателей текут слюнки. Однако жюри пробует лишь маленький кусочек от каждого шедевра. Для холодного блюда я взяла редьку компрессионную. Она, это значит, маринованная в собственном соку в вакууме. Плюс там же свекла у нас и козий сыр. Потому что на Урале раньше козы везде были, сыр был козий. И заправлено это все у меня горчичным маслом. Оливкового же не было раньше, было горчичное. Помимо яркого вкуса блюда, есть у жюри и другие критерии, по которым выбирают победителя. Это соблюдение санитарных норм, это профессионализм, это инновация в приготовлении блюд, это использование локальных продуктов. Оценка наших профессионалов в Свердловской области, она из года в год, так сказать, усиливается, потому что растет уровень профессионализма. Самая главная награда, которую получает победитель, это даже не денежное вознаграждение, а всеобщее признание его кулинарных талантов. Многие участники прямо на конкурсе находят работу. Работодатели приходят, смотрят на конкурс и они подбирают кадров. У нас ряд студентов, уже начиная с третьего курса, они готовы устраиваться на работу. Очень многие ребята, что похвально, совмещают учебу с работой, это замечательно. Ну и, конечно, многие повара увезут с Урала новые рецепты, которыми будут удивлять дома своих гостей. Николай Свердлов, Новости Первоуральск. Предметы, которые хранят память. Экспонаты музея истории Первоуральского новотрубного завода отправили на реставрацию в мастерские Екатеринбурга. Как преображаются артефакты, расскажем в сюжете. В центре Вознесения и здесь в клеймах остальные праздники. Икона «Двунадесятые праздники» по примерным оценкам реставраторов написана в стиле новгородской школы иконописи в конце 19 века. Ее, как и другие музейные экспонаты, восстанавливают в мастерских по темперной живописи, металлу и дереву, музее изобразительных искусств Екатеринбурга. Специалисты говорят, чтобы придать вещам должный вид, приходится потратить немало времени и усилий. Я подвожу реставрационный левказ в места утрат, сейчас до уровня авторского слоя. И потом все эти реставрационные вставки левказа я буду тонировать. Всякий музейный предмет – это источник исторической информации, за который и приходят посетители. Иконы – лишь часть артефактов музея истории Первоуральского новотрубного завода ТМК, которые решили отреставрировать перед экспонированием в обновленных залах учреждения. Одна сторона знамени бархатная, другая из смесовой ткани. Мы провели анализ – это шелковая и хлопчатобумажная смешанная ткань. А это уже мастерская краеведческого музея Екатеринбурга. Сюда на реставрацию первоуральцы отправили шесть знамен. Вот, к примеру, еще одно. На этот раз двустороннее, бархатное, но тоже с вышивками и аппликациями. Оно произведено почти 60 лет назад, потому требует вмешательств специалистов. Множественные сечения на шкаторине. Шкаторина – это карман для древка. И очень часто они рвутся, потому что палочку туда вставляют, гвоздями прибивают, и ткань со временем рвется. Все укрепили. Теперь туда можно спокойно вставлять древку и экспонировать. А вот чтобы экспонировать этот предмет истории, реставратору Владиславу Топоркову пришлось поменять большую часть составляющих, при этом оставив близкий к первозданному вид. Для металлургов этот стул имеет особую значимость. Он принадлежал легендарному директору завода Якову Осадчему, который возглавлял предприятие в годы войны. Были укреплены конструктивные соединения стула, нанесены ремни, закреплен пружинный блок, произведена черновая обивка стула и лицевая обивка кожей. Нанесена декоративная тесьма с декоративными гвоздями. А еще некоторые предметы позволяют узнать много нового даже самим реставраторам. Например, вот эти биты для старинной игры бабки, которые обязаны своим происхождением современные игральные кости. На этих битах рельефные орнаменты, часто очень солярные знаки, вот как на этой. На второй бите орнамент не солярный, то есть солнечный, а такой вот ромб. Но вообще на этих битах изображали растения, птицы, человека могли изобразить. Чтобы их не перепутать, у каждого была своя бита. Не менее уникальными Ольга Чинченкова считает и вот эти колокольчики. Они называются поддужными, потому что располагались под дугой, которая являлась одним из элементов оглобильно-дуговой конской упряжи. Интересно и то, что именно такие колокольчики служили в качестве спецсигнала на почтовых тройках лошадей. Вот этот вот называется колокольчик. Шадринский-поднебесовский. Потому что отливали их в Шадринске, в Пермской губернии. А мастер поднебесов. Вот этот называется сибирский полугранный. Этот называется гречушный. У него самый красивый звон. Почему гречушный? Потому что когда-то пекли из гречневой муки пироги. И они имели такую колонсовидную форму. Каждый экспонат мастерски отреставрирован и совсем скоро вернется в музейно-выставочный центр. Такое название он будет носить с момента открытия после глобальной модернизации. Он кардинально меняет облик. Ремонт основных конструкций здания завершен. Вот-вот будут готовы и сами экспозиции. В них новые инсталляции и интерактивные зоны, и неповторимый дизайн. Все для того, чтобы в год 90-летия предприятия распахнуть свои двери обновленным. Екатерина Сердитых, Виталий Мотин. Новости. Первоуральск. На сегодня это все новости. О других интересных событиях сообщайте нам по телефону 64-9292. Посмотреть наши новости вы можете на сайте первомедиа.ру, а также в группах телеканала в социальных сетях. На этом у меня все. С вами была Елена Цивилева. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова